Всем привет! Вы на канале Дома как Дома. Меня зовут Лилия и я проживаю в Турции. Сегодня мы с вами приготовим морской горох или Денис Берюльджисы. Эту травку в виде салата вам предложит каждый рыбный ресторан. И поверьте мне, это очень вкусно. Особенно это понравится любителям морской капусты. Но на самом деле это совсем не водоросль. Это растение растет у кромки моря и, естественно, конечно же, вобрало в себя все полезности морской воды. Лично я с рецептом приготовления этого салата знакома сравнительно недавно. Но, тем не менее, приготовить его сможет каждый. Девочки, которые живут на территории Турции, забирайте рецепт. Ну, а те, кто не живет на территории Турции, приезжайте к нам и пробуйте. Нашу травку отправляем в кипящую воду. С вашего позволения я буду так ее называть, мне так проще. Просто закладываем в кастрюлю со всеми рожками-ножками и оставляем ее кипеть, в течение 20-25 минут. Похоже на варево колдуньи. Приворот. Откидываем теперь ее на друшлаг и делаем шокотерапию. Нам нужно отдать нашу траву холодной водой, чтобы она хорошо чистилась, но и сохранила при этом свой зеленый цвет. Теперь переходим именно к обработке. По направлению побега небольшими усилиями пальцев мы просто как бы снимаем с нее эту кожицу. Остаются вот такие скелетики. Простите за такие ассоциации, ну как есть. Больше ничего не придумала. Вот так у меня выглядит уже начищенный мой салат и теперь заправляем. На это количество салата я добавляю один зубчик чеснока и оливковое масло. Конечно, у каждого вкуса свои. Вы можете добавить больше или меньше. Смотрите сами. Хочу напомнить, что ни на каком этапе мы нашу бюрюджия не солим, потому что она и так достаточно соленая. Если вам не будет хватать какой-то остроты, просто полейте ее лимоном. Ну вот так. Вот и ресторан у нас дома. Приятного аппетита! Хочу напомнить, что со следующей недели у нас стартует марафон новогодних блюд. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайся на канал. Ну а если понравился какой-либо рецепт или видео, ставь пальчик вверх. Будут предложения, пожелания или замечания, обязательно пиши комментарий. Ну а я, как всегда, жду вас к себе в гости. Ведь у меня все дома как дома. До новых встреч! Берегите себя и пока!